Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о раке молочной железы. Если вы обратите внимание, на канале появились очень длинные видео по 30-40 минут. Именно там, дорогие друзья, мы, соответственно, с моей нейронной сетью, помощницей, соответственно, озвучили все исследования касательно тех вопросов, о которых я буду говорить. То есть это скорее короткое видео, отдельное, резюмирующее все эти исследования, которые там озвучивались. Ссылки на эти исследования, да, откуда я их просто так вот взял, они есть на ПАПМЕД. ПАПМЕД – это проверенный сайт международный, соответственно, где публикуются все исследования. То есть по-другому информация железобетонная. Сделал я это специально, чтобы не выглядели мои слова голословно, так как я не онколог, я не занимаюсь онкологией целенаправленно. Но, тем не менее, по роду моей деятельности, конечно, ко мне приходят люди, которые с заболеваниями, с онкологичными исчезками различного генеза. Чаще, конечно, приходят после перенесенной онкологии. Вот. И мы общаемся по этому вопросу. И уже подошло то время, когда, соответственно, мне надоело объяснять одно и то же, и я решил снять видео. Видео будет касаться у нас сегодня о причинах, да, развития онкологии и рака молочной железы. Вот. И, соответственно, также мы немножко затронем тему о том, как это лечится, да. Конечно, если вы увидите, откроете эти исследования, то есть вы можете перейти либо по ссылке, открыть эти исследования, почитать в тексте, или, если вам больше нравится на слух, соответственно, вы можете прям вот взять видео и просто прослушать его. Там все это описано, все, о чем я говорю. Вот. В чем суть? Что мы должны уловить из этих длиннющих видео? В первую очередь в том, что, конечно, первая причина развития, как и в любой другой онкологии, в основном, да, развития рака молочной железы – это генетическая детерминированность. И это действительно так. Вот. Опять же, какие гены, как, за что отвечают? Все описано в исследованиях. Есть изменения, соответственно, рецепторов эстрадиола, да, так и, соответственно, самого количества эстрогена, пролактина, того-сего. Все это описывается в исследовании. Для нас что важно зафиксировать? Что есть факторы риска, которые ваши вот эти вот гены, да, может быть, ваши даже небольшие патогенные образования молочной железы с точки зрения эндокринологии могут очень сильно заставить расти, прогрессировать, метастазировать, может быть. Или наоборот. Есть эндокринные, соответственно, моменты, в основном препараты, да, гормонального спектра действия, которые, соответственно, заставят остановить ваш рост опухолей. В чем смысл? Конечно же, в первую очередь, фактор инсулинорезистентности, безусловно, заставляет все ваши новообразования, даже иногда доброкачественные, расти в разы быстрее. И большинство людей, которых я видел с онкологией или пережитой онкологией, или, соответственно, которые еще не решили вопрос с раком молочной железы, они ко мне приходят в состоянии, фактически, если там повезет, это выраженная инсулинорезистентность, а, к сожалению, большинство – это скрытый сахарный диабет второго типа, который даже никто не подумал выявлять. В основном сахар, меряют только сахар везде, даже в онкоцентрах. Сахар не у всех высокий при втором диабете. Очень часто проблема с высоким инсулином. Почему так? Опять же, описано в исследованиях. Коротко скажу, что вот эти высокие сахара 6,5, 6,1 сложно иногда обнаружить. Иногда они пограничны, допустим, к примеру, ровно 6, 5,5. И человеку в рамках, соответственно, российской парадигмы, российской медицины им пишут, соответственно, что у вас все хорошо. Именно поэтому я и предлагаю ехать к нам, лечиться, соответственно, в ближнем зарубежье, а не посещать, конечно, госклиники какие-то, особенно поликлиники. Я вот о чем какие-то такие малобюджетные всякие заведения, где никто вас лечить не хочет. Но, тем не менее, вы и сами можете проверить ваш инсулин. Инсулин должен быть в районе 5, плюс-минус. От людей с онкологической настороженностью мы требуем идеалы, мы требуем всегда в районе 5. Даже 10 – это уже много. 10, если вы возьмете многие лаборатории с современными референсами, когда у вас инсулин больше 10, вам это подчеркивает лаборатория. Поэтому это такая вот 10 – это максимум современный референс. Никаких 20, 23, 26, как это вот в советское время было принято, такого нет. Опять же, для человека с онкологической настороженностью глюкоза должна быть 4, 4 и 5. Максимум – это предельно. Так вот, дорогие друзья, это вопрос с инсулинорезистентностью. Потом у нас, конечно, есть вопросы, которые еще должны быть пролечены с точки зрения абсолютно эндокринологии. И то, что действительно вызывает, как минимум, дополнительным фактором риска является рост опухолей. Все описано, опять же, в исследованиях. Все неголословно. Все только резюмируется исследованием. Если у человека есть гиперпролактиномия, есть повышенный пролактин, это может вызывать как повышение инсулина, но незначительно, но будет вызывать, так и, соответственно, конечно, пролактин может активизировать, соответственно, негативно влиять на некоторые злокачественные образования. Вот. Поэтому, соответственно, за пролактином мы тоже следим. И, конечно, избыточное количество эстрогена. Здесь, естественно, естественный эстроген – это то, что то, о чем мы говорим вообще в раке молочной железы, то, с чем мы боремся, да, там, либо это мутация рецепторов, когда гиперактивный эстроген работает, либо самого эстрогена много и так далее. Поэтому с эстрогеном – это первейшее, что мы решаем, что мы с ним делаем. И, в частности, препараты различные, да, которые типа мастерона, да, это препараты гормонозаместительной терапии. Они, в частности, и подобраны с тем образом, чтобы нивелировать патогенный эффект эстрогена. И, конечно же, гормонозаместительная терапия именно мастероном, она запрещена в России, напоминаю. То есть, вы ее можете сделать только в СНГ у нас. И получается, что если вы используете, да, ее, то в случае, когда вам просто назначают ингибитора ароматазы, вы можете передавить эстроген, и у вас, допустим, возникнут вопросы с транспортом кальция в клетке. Что может привести, да, вы там даже решите вопрос с вашей опухолью, да, но у вас возникнет другой вопрос. А что сделать с остеопорозом, который наступил в результате лечения подобного? И гормонозаместительная терапия, так как там есть специально химически измененный тестостерон, который не превращает вас в мужчину, естественно, на это есть отдельное видео, все, смотрите, есть исследование, это специализированный вид тестостерона, который придуман специально для женщин с раком молочной железы. И уже в 65-м году, вот, вы можете посмотреть, опять же, это все указано, все это было исследовано, применено. Он не только, соответственно, у нас используется при раке молочной железы, использовался и при других онкологических событиях. И помимо, соответственно, торможения, роста новообразований, он еще и снижает болевые синдромы при онкологиях и обладает многими другими позитивными действиями. Поэтому этот момент надо учитывать. Единственное, опять же, еще раз повторюсь, это парадигма не для российской медицины. Поэтому в России официально вы так не сможете работать. Либо вы в России официально так не работаете, либо едете, соответственно, в СНГ. Либо это какие-то там истории про черные рынки и нелегально все это проводится, делается. Но лучше легально, просто в другой стране. Значит, в чем суть? Дальше, резюмируя следующее. То есть мы должны избавиться от сопутствующих заболеваний, которые провоцируют новое образование. Мы должны рассматривать, если это гормонозависимое новообразование, рассматривать возможность, соответственно, гормонозаместительной терапии при лечении рака молочной железы. При этом консультации грамотного онколога не исключаются. Не надо воспринимать, что теперь, соответственно, вы едиными силами эндокринолога, онколога, терапевта, неважно, какого-то чуда врача, решите этот вопрос. Этот вопрос всегда решается коллегиально в какой-то группе врачей, как вас конкретно лечить. Вот. Или, ну, хотя бы там онколог, эндокринолог, да, или там какие-то еще специалисты, в зависимости от вашего анамнеза. То есть мы никогда не тянем одеяло на себя и не говорим там, вы знаете, а вот я там эндокринолог, онколог, терапевт, невролог, кто-то еще. Все проблемы только от гормонов, от онкологии, нервов, чего-то еще. И только это. У нас всегда существует, как правило, у всех людей совокупность заболеваний, которые одно влияет на другое, и одно заболевание усиливает действие другого заболевания. Поэтому и лечить людей, ну, в общем-то, для этого были придуманы клиники, поликлиники и так далее. Мы всегда как бы коллегиально лечим людей, да. Вот. Коллегиально выдаем заключение. Как в России, так и в странах СНГ, так и в странах ближнего зарубежья. Я, пожалуйста, сейчас появилась, опять же, для этой информации доношу, возможности медицинского туризма в Дубай. И я ездил, снимал, можете найти старое видео. Там огромные центры тоже стоят. Все это принимается. Поэтому можно как дифференцированно, допустим, там у эндокринолога получить консультацию. Вот. Написать мне, например, да. Так дифференцированно получить у онколога консультацию, соответственно. И уже принять решение, как, соединив, так скажем, две информации, принять решение, как конкретно вам лучше лечить это новообразование. Потому что, к сожалению, в разных странах приняты разные методики лечения онкологии. И что самое опасное? Если вам назначат именно оперативное вмешательство, да, и оно будет вам не показано по каким-то другим или противопоказанным причинам лечения, да, причинам состояния здоровья. А будут какие-то риски, а другие вы не рассматривали способы лечения. Вы соперировались и заработали, да, какие-то другие проблемы со здоровьем. Рака теперь нет, но есть, соответственно, нарушения, допустим, деятельности лимфатической системы, что уже иногда необратимые изменения, да, приносит во внешний вид, приносит, соответственно, в здоровье, в иммунную систему необратимые изменения. Поэтому нужно 10 раз подумать, прежде чем оперироваться и полностью проанализировать все возможные альтернативные виды лечения. На сегодняшний момент, например, мне встречалось лечение и экзотическими вакцинами различные штаты в основном производят, и в Дубае есть клиники, которые, соответственно, занимаются этими вакцинами. То уже в некоторых случаях рака это возможно использовать. Опять же, в некоторых это каждое онкологическое заболевание, оно очень дифференцировано по генетике, и мы не можем на всех наклеить какие-то ярлыки, кому что показано. Но смысл моего спича такой, что если немножко погуглить, поработать со специалистами, которые занимаются этими вопросами в разных странах, причем не за очень дорого, вы можете найти разные способы лечения. И даже какие-то способы лечения, может быть, транслировать на Россию в частные клиники, если они в России разрешены. Но, конечно, с точки зрения законодательства и с точки зрения практикующих врачей, лучше ехать в страну, которая занимается той или иной терапией, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всегда можете прийти на платные консультации, поучиться узнать что-то новое. И, конечно же, дорогие друзья, я желаю вам здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok